Весной 1994 года мною были зафрактованы три речных пассажирских теплохода, на которых я совершил четырехмесячную экспедицию по сибирской реке Аби от Новосибирска до Салихарда и обратно. Цель экспедиции – налаживание экономических связей с регионами Крайнего Севера. Экспедиция называлась «Купеческий караван». Самый большой из теплоходов – пассажирский Патрис-Лумумба. В западно-сибирском речном пароходстве интересно называются теплоходы. Вот на этом теплоходе и предстояло пройти около трех тысяч километров по Сибири. Караван предстояло пройти на север, посетить как относительно крупные населенные пункты, такие как Томск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Салихарт, так и мелкие, куда добраться с грузом можно лишь короткий период навигации. Днем суда каравана причаивали к населенным пунктам и мы торговали. Вели переговоры о налаживании постоянных экономических связей. Передвигались, как правило, ночью. Если метеоусловия не позволяли нам двигаться по реке в неблагоприятную погоду, штабной теплоход причаливал к ближайшему населенному пункту, и мы устраивали вечера отдыха для местной молодежи. Там подобные мероприятия – редкость. Клубы и дома культуры за последнее время весьма пообветшали. Культмероприятия в них почти не проводятся. Иногда на протяжении суток хода не встречалось ни одного, даже мелкого населенного пункта. Лишь одна тайга вдоль берега реки, единственной транспортной артерии на многие километры. Мне тогда еще было невдомек, что на одном из этих километров ждет меня встреча, которая изменит всю мою жизнь. Однажды, когда мы шли уже обратным курсом на Новосибирск, я распорядился причалей штабной теплоход к берегу, у маленькой, всего в несколько домиков деревушки, на десятки километров, удаленной от больших населенных пунктов. Стоянку запланировал на три часа, чтобы команда теплохода могла походить по земле, а местные жители приобрести у нас разный товар и продукты. А мы у них по дешевой цене таежные дикоросы и рыбу. Во время стоянки ко мне, как к руководителю, обратились с весьма странной просьбой два, как я тогда решил, местных старика. Один постарше, другой помоложе. Старший старик с длинной седой бородой все время молчал. «Говорил тот, что помоложе. Он уговаривал меня дать им человек пятьдесят, а в команде всего было шестьдесят пять человек. Эти люди, они хотели повезти в тайгу за двадцать пять километров от места стоянки теплохода. Повезти в тайгу для того, чтобы спилить, как они выразились, звенящий кедр, высота которого, с его же слов, достигала сорока метров. Предлагалось еще распилить его на части, которые можно будет на руках унести на теплоход. Забрать мы должны были непременно все. Каждую часть старик советовал распилить на еще более мелкие кусочки, по одному взять себе, остальные раздать своим близким, знакомым, всем, кто пожелает их получить в дар. Старик говорил, что этот кедр необычный. Кусочек его нужно носить на груди, на веревочке. Причем надевать его нужно, стоя босыми ногами на траве. Ладонью левой руки прижать к обнаженной груди. Через минуту почувствуется приятное, исходящее от кедра тепло. Потом по телу побежит легкая дрожь. Время от времени, когда будет появляться желание, нужно шлифовать кончиками пальцев ту сторону кусочка кедра, которая не прикасается к телу, придерживая большими пальцами рук за другую сторону. Старик уверенно утверждал, что уже через три месяца человек, обладающий кусочком звенящего кедра, почувствует значительное улучшение самочувствия, излечится от многих заболеваний. И даже от СПИДа, спросил я, рассказав им коротко об этой болезни, то, что знал из прессы. Старик уверенно ответил, от любых болезней. Но это, по его мнению, было легкой задачей. Главное состояло в том, что человек, обладающий этим кусочком, станет добрее, удачливее, талантливее. О целебных свойствах нашего сибирского таежного кедра я немножко знал. Но чтобы он мог так влиять на чувства, способности, это тогда казалось мне совсем неправдоподобным. Я подумал, может быть, старики хотят получить с меня деньги за этот, как они считают сами, необычный кедр. И я стал объяснять им, что на большой земле, чтобы понравиться, женщины носят ювелирные изделия из золота и серебра, а за какую-то деревяшку денег платить не будут, потому и я не пойду ни на какие расходы. Носят, не зная, последовал ответ. Золото, прах по сравнению с одним кусочком этого кедра. Но денег нам за него никаких не нужно. Мы еще можем грибов сушеных вам дать, а нам ничего не нужно. Не став спорить из уважения к их старости, я сказал. Ну, может быть, кто-то и станет носить кусочек вашего кедра. Станет носить, если великий мастер резьбы приложит свою руку и сотворит нечто необычайно красивое. На это старик ответил. Можно вырезать, но лучше шлифовать. Намного лучше будет, если самому шлифовать. Своими пальцами. Когда душа того будет хотеть. Когда кедр и внешний будет красивым. При этом старик помоложе торопливо расстегнул свою старенькую куртку, потом рубашку и показал то, что было у него на груди. Я увидел выпуклый круг или овал. Цвета на нем были разные. Фиолетовый, малиновый, рыжеватый. И составляли они непонятный рисунок. Прожилки дерева казались ручейками. Я не ценитель произведений искусства. Особенных эмоций мировые шедевры у меня не вызывали, когда бывал в картинных галереях. Но то, что висело на груди у этого старика, вызвало чувства и эмоций значительно больше, чем посещение Третьяковской галереи. Я спросил у старика. — Сколько же лет вы шлифовали свой кусочек кедра? — Девяносто три, — ответил старик. — А сколько вам лет? — Сто девятнадцать. Тогда я не поверил ответу. Выглядел старик лет на семьдесят пять. Не почувствовав моих сомнений или не обратив на них внимания, старик, немного волнуясь, стал убеждать меня в том, что и у других он, кусочек кедра, отшлифованный только самим человеком, тоже будет красивый уже через три года. Потом все лучше и лучше, особенно у женщин. От тела его обладателя будет исходить приятный, благодатный аромат. Несравнимый ни с чем, искусственно сотворенный человеком. От стариков действительно исходил очень приятный запах. И еще одна странность. Я вдруг стал отмечать в речи незнакомцев фразы, несвойственные жителям отдаленной глубинки севера. Отдельные, помню и сейчас, даже с интонациями. Старик говорил. Бог создал кедр, как накопитель энергии космоса. От человека в состоянии любви исходит излучение. За доли секунды оно, отразившись от проплывающих над человеком планет, снова достигает Земли и дает жизнь всему живому. Солнце – одна из планет, которая отражает далеко не полный спектр этого излучения. В космос уходит от человека только светлое излучение. И из космоса на Землю возвращается только благодатное. От человека, пребывающего под влиянием злобных чувств, исходит темное излучение. Темное не может подниматься вверх. И попадает вглубь Земли. Отразившись от недр, оно возвращается на поверхность в виде извержений вулканов, землетрясений, войн. Высшим достижением отраженного черного излучения является влияние на человека лучей, усиливающих непосредственно в нем его собственные злобные чувства. Кедр живет 550 лет. Миллионами своих иголок-листьев и днем, и ночью он улавливает и накапливает в себе светлую энергию, весь спектр ее. За время жизни кедра над ним проходят все тела, отражающие светлую энергию. Даже в маленьком кусочке кедра благодатны для человека энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических установок на Земле вместе взятых. Кедр принимает исходящую через космос от человека энергию, хранит и в нужный момент отдает. Отдает, когда ее недостаточно в космосе, а значит в человеке, во всем живущем, растущем на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok